Карибские пляжи по щиколотку завалены скользкими, вонючими водорослями. Волна за волной Саргасум покрывает берега от Барбадоса до Канкуна. Он ловит морских черепах, он душит коралловые рифы, и он отпугивает туристов с островов, которые от него зависят. Эти водоросли не просто портят свадьбы на пляже, они подрывают экономику стран Карибского бассейна. Но что, если Саргасум не просто мусор, а сырье? Что если мы можем превращать его в кирпичи, биогаз и даже мягкие футболки? Что если правильная очистка – это все, что нужно, чтобы превратить эти водоросли в биоразлагаемую упаковку и высокопроизводительные композитные материалы? Это история о том, как карибские и международные стартапы превращают нашествие водорослей в устойчивый ресурс. Сотни миллионов тонн морских водорослей выбросило на карибские и мексиканские пляжи с 2011 года. 2025 год уже стал годом больших потрясений. Только в мае было выброшено 38 миллионов тонн. А к лету ожидается еще больше. Карибские общины изо всех сил пытаются справиться с ситуацией. Заполняемость отелей упала на 10%. Это связано с тем, что Саргасум гниет на пляже. Он изрыгает пары, которые пахнут тухлыми яйцами. Это настолько плохо, что отпугивает туристов и даже заставляет закрывать школы. Туризму не нет, там и в нем единственное, что страдает. Толстые слои водорослей засоряют мелководья. Они тонут и гниют, они душат рифы и морские водоросли. Они убивают рыбу. Это чрезвычайное положение для природы и для местных сообществ. Американские Виргинские острова объявили фактическое чрезвычайное положение в 2022 году. Водоросли заблокировали забор воды для опреснительной установки. Так что же это за беспорядок? Беспорядок – это Саргасум. Это морская водоросль с крошечными, наполненными воздухом буйками вверх и вниз по стеблю, которые помогают ей оставаться на плаву. Этот тип Саргасума никогда не прикрепляется к морскому дну. Он проводит всю свою жизнь, дрейфуя на поверхности. Он размножается, просто распадаясь на части. Эти части вырастают в новые растения. Что-то вроде того, как вы можете разрубить морскую звезду и в итоге получить пять новых. Это идеальная среда для безудержного цветения. В течение многих лет это было нормально. Саргасум оставался на месте в Саргасовом море. Это обширный участок Атлантического океана, где петляющие течения постоянно загоняют морские водоросли в загон. Это как ленивая река без выхода. Все изменилось в 2010 году. Аномальное погодное явление вытолкнуло Саргасум из Саргасово моря, в Атлантический океан. С тех пор он ежегодно возвращается в Карибское море. Как плохой сиквел с большим бюджетом. Большая часть водорослей попадает на наветренные берега островной дуги Антильских островов и полуострова Юкатан в Мексике. Это Канкун, известный своими длинными белыми пляжами. Теперь они сталкиваются с интенсивными высадками с марта по октябрь. Отели изо всех сил пытаются очистить его, но затраты высоки. Очистка всего одного километра береговой линии во время сезона Саргасума может стоить 70 тысяч долларов в месяц. Это три пятых мили. Утилизация – еще одна головная боль. То, что не помещается на свалку, оказывается на неофициальных свалках. Но что, если мы начнем относиться к Саргасуму не как к отходам, от которых нужно избавляться, а как к возможности для эксплуатации? Не как к чуме, выброшенной на берег, а как к богатому урожаю. Когда жизнь преподносит вам морские водоросли, почему бы не поступить, как сеньор Саргасо и не построить? Дома в мексиканском Юкатане Омар Васкес разработал способ превращать Саргасум в прочные кирпичи. Каждый из них сделан примерно на 40% из морских водорослей. Один дом может хранить 20 тонн водорослей. Самый первый, который он построил еще в 2018 году, уже выдержал 5 ураганов. Кирпичи долговечны. Их производство дешевле, чем традиционные кирпичи. А жители кирпичных домов из Саргасума говорят, что в них сохраняется прохлада в летнюю жару. Вместо домов команда на острове Гренада делает брауни. Это потому, что гниющий Саргасум выделяет метан. Это природный газ, который питает печи в пекарне House of Chocolate курорта True Blue Bay Resort. Бенджамин Нестерович основал Саргас в 2023 году. Он скармливает Саргасум в биореактор вместе с пищевыми отходами и свиным навозом. Микробы все это расщепляют и выделяют метан. Он улавливает его и продает в пекарню. Теперь у Саргас есть одобрение правительства на гораздо более крупный реактор и генератор, работающий на биогазе. Он может ежегодно превращать 5000-8000 тонн Саргасума в 150 кВт электроэнергии. Это примерно соответствует мощности 1500 домашних солнечных панелей при типичной мощности. Эта установка продолжает работать после захода солнца. Этого достаточно лишь для покрытия половины процента пикового спроса. Но для небольшого острого импортирующего дизельное топливо это значительное сокращение как расходов, так и выбросов. Это шаг к энергетической независимости. Саргасум выделяет метан независимо от того, где он разлагается – на пляже, на свалке или в реакторе. Вы также можете использовать этот газ с пользой. Если уж выбирать, то я выберу решение, которое печет мой банановый хлеб. Как и все решения, о которых мы поговорим, это можно масштабировать. Оно может перерабатывать больше водорослей и со временем производить больше энергии. В этом и заключается идея Room & Sargassum. Это стартап, выросший из лаборатории профессора Легена Генри в Университете Вест-Индии на острове Барбадас. Ее команда ферментировала Sargassum, используя сточные воды местных заводов по производству рома и навоз островных чернобрюхих овец. А полученный метан они использовали для питания автомобиля. Они говорят, что для переоборудования бензинового двигателя на биометан достаточно четырехчасовой модернизации стоимостью 2500 долларов. Сейчас цель – построить коммерческое предприятие по заправке автомобилей и такси острова Биогазом, полученным из морских водорослей и рома. Пока пьет машина, а не водитель, я, возможно, согласен. Но сжигание Sargassum не единственный способ избавиться от него. Мы также можем намазывать его на лицо. Выслушайте меня. Вместо того, чтобы ферментировать Sargassum для получения энергии, мы можем очищать его для извлечения высококачественных материалов. Например, альгинат, фукоидан, наноцеллюлозу и другие многосложные слова стоимостью в несколько миллионов. Возьмем альгинат и фукоидан. Это натуральные загустители и увлажнители, которые компания Origin by Ocean извлекает из Sargassum. Основательница Мари Грандстрём отправляет морские водоросли из Карибского бассейна на свой биоперерабатывающий завод в Финляндии. Эти транспортные расходы того стоят. Альгинат и фукоидан используются в продуктах, которые гораздо дороже за килограмм, чем биогаз. Косметика. Есть определенная ирония в том, чтобы с криками бежать от этой дряни на пляже, а потом размазывать ее по обгоревшим на солнце плечам. Origin by Ocean также объединился с датским брендом товаров для дома Мари Мекка. Они используют карибский альгинат для загущения красящих паст, для своих фирменных красочных принтов на тканях. Но подождите, это еще не все. Саргасум не просто помогает печатать на ткани. Он может быть тканью. Предприниматель Йоханнан Дюжон из Сент-Люсии основал компанию Альтфибр. Он извлекает. Натуральные волокна из саргасума, стеблей банана и листьев ананаса. Это означает переработку выброшенных на берег морских водорослей и сельскохозяйственных отходов в бумажные изделия и упаковку для пищевых продуктов, устойчивую к жиру и воде. Из этих волокон можно даже спрясть легкую, пригодную для носки ткань. Сейчас Дюжон работает с Технологическим институтом Джорджии и Университетом штата Мэн, чтобы довести свой процесс экстракции до совершенства. Когда он будет готов, Альтфибр будет спасать деревья с бумажных фабрик. Он также будет перенаправлять саргасум со свалок. И Альтфибр не единственное, кто видит потенциал ткани в морских водорослях. Кейлабс ткет мягкую ткань из волокна на основе морских водорослей, которая сейчас представлена в линейке рубашек-одеял Аутерноун. А ряд компаний ферментируют морские водоросли в биопластик, аналогичный пластику на основе кукурузы, но без засорения сельскохозяйственных угодий, пресной воды или удобрений. Лоливэр создала одноразовую соломинку на основе морских водорослей, а Свэй склоняет модные бренды к использованию компостируемых чехлов для одежды из ламинарии. Если вы хотите глубже погрузиться в то, как морские водоросли могут заменить пластик, у меня есть целый эпизод на эту тему. Волна инноваций все еще наступает. Флорида получает свою очень нежелательную долю саргосума, выбрасываемого на берег. Теперь компания Суарс из Орландо хочет сделать ее более счастливым местом, если не самым счастливым местом на Земле. Они превращают все эти водоросли в высокопроизводительную наноцеллюлозу. Да, одно из тех слов на миллион долларов. Наноцеллюлоза, если мужу, это натуральное волокно, встречающееся в растениях и морских водорослях. Оно невероятно легкое, и при своем весе оно прочное, как сталь. Как и стекло или углеродное волокно, оно может армировать смолы. Вы можете добавлять его для повышения прочности. Или использовать в качестве нано-покрытия. Сорс видит потенциал для своей версии на основе морских водорослей во всем. От автомобильных дверей и панелей самолетов до корпусов лодок и рам велосипедов. Везде, где действительно важна легкость и прочность. Сорс извлекает эти волокна из саргосума, используя специальные растворители, изготовленные из фруктов и овощей. Затем они измельчают их до длины всего 100-500 нанометров и ширины 50 нанометров. Это более чем в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Компания оптимизирует химический состав, чтобы создать две добавки C-Bine. Одна из них не имеет заряда и предназначена для укрепления композитов и покрытий. Другая имеет отрицательный заряд и используется в липких материалах, таких как клеи и краски. Основатели Дерек Зальцман и Мейсон Минси недавно провели испытания своей добавки на основе морских водорослей. Они сотрудничали с Национальной лабораторией Оукридж и Университетом Теннесси. Они использовали промышленное оборудование для армирования углеродных волокон тонким слоем своей наноцеллюлозы на основе морских водорослей. Более легкие и прочные материалы, изготовленные из водорослей, которые душат карибские пляжи. Это катастрофический оппортунизм. Но в самом лучшем смысле. Саргасум на самом деле является лучшим исходным материалом, чем древесина для многих применений. Он содержит мало лигнина. Это древесная часть древесины, которую трудно разложить. Тем не менее, у него есть свои собственные полимеры на основе сахара, которые могут засорять работу. У него есть маленький склизкий секрет. Саргасум часто поглощает мышьяк и другие тяжелые металлы из окружающей среды. Их необходимо удалить для безопасного использования. Это уже делается. Но еще много возможностей для улучшения того, как разлагается Саргасум. И для расширения того, что мы можем из него производить. Чтобы ускорить науку, Шмидт Сайенсес и Фонд исследований продовольствия и сельского хозяйства обязались выделить до 47 миллионов долларов в течение пяти лет. Эти средства будут предоставлены исследователем из восьми академических институтов и отраслевому партнеру. В Принстоне и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли исследователи анализируют соединения, естественным образом образующиеся при ферментации саргасума, а затем перепрограммируют микробов для создания еще более ценных. Ученые из Университета Пуэрто-Рико ищут микробы, которые производят самые богатые метаном биогаз из саргасума. А в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе профессора Аарон Мамент и Айен Айхен Алиса Парк готовят водородное топливо из сложных сахаров саргасума. У них есть интересный рецепт. Просто нагрейте саргасум до 500 градусов Цельсия или 932 градуса Фаренгейта с гидроксидом натрия, также известным как щелочь. Добавьте азот и никелевый катализатор. В результате получится 90% чистый водород. Плюс немного карбоната натрия. Команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе также работает над способами извлечения металлов из саргасума. Цель состоит не только в том, чтобы очистить его от мышьяка. Она направлена на то, чтобы выяснить, может ли саргасум стать источником критически важных металлов для аккумуляторов и электроники. Чтобы извлечь металлы, связанные со саргасумом, ученые испытывают электролиз расплавленных солей. Это тот же метод, который используется для получения алюминия из руды. Они также изучают, можно ли превратить побочный продукт производства водорода, карбонат натрия, в углеродные нанотрубки, используя тот же процесс электролиза. Это водородное топливо, потенциальные минералы для аккумуляторов и даже углеродные нанотрубки. Все из морских водорослей. И все это из надоедливой биомассы, выброшенной на берег. Они из бурения или добычи полезных ископаемых. Все это благодаря волне креативных предпринимателей и ученых. Они испытывают умные, потенциально масштабируемые способы борьбы с кризисом морских водорослей в Карибском море. Но это не первый случай использования морских водорослей в качестве экологически устойчивого материала. Цветение саргасума, ежегодно выбрасываемого на Карибские пляжи, может быть катастрофой, но оно также служит источником инноваций. А что вы думаете, перевели бы вы свой автомобиль на бензин из морских водорослей? Пишите в комментариях и расскажите мне.